Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл бесед, посвященных тысячелетней истории России и Русской Православной Церкви. Сегодня наш разговор будет посвящен великому князю Александру Невскому. «Непобедимый не коллижа», – так сказал о нем летописец, то есть никогда не потерпевший поражения. «Непобедимый не коллижа» Великий князь Александр Невский вошел в русскую историю и как полководец, и как выдающийся политик и дипломат. Он родился в трудное время. Это был XIII век. Если говорить о русской истории в целом, то вот XIII век на протяжении всего своего протяжения – это клещи, Русь, зажата в клещах между агрессивным Западом и агрессивным Востоком. Александр Невский родился в Переславле-Залесском 30 мая 1220 года. Вот скоро в 1920 году мы сможем справить 800 лет со дня его рождения. Люди так долго не живут. Герои в народной памяти живут. С раннего времени русские князья довольно рано начинали свое служение государственным интересам. Александр Невский помогает своему отцу. Еще совершенно восьмилетним мальчиком он едет с отцом в Новгород, но в 1228 году это, так сказать, княжение его в Новгороде не состоялось. Отец сможет посадить его князем в Новгороде только в 1236 году, когда сам уедет княжить в Киев. 36-й год. Запомним и эту дату. Потому что 37-й год – это будет год монгольского нашествия. Орды Батыя огненным катком проходят по русской земле. И в это же время, 1237-й, вот там на западе, в Прибалтике, происходит соединение, слияние ордена меченосцев, созданного в 1203 году, и переброшенного в Прибалтику из Палестины Тевтонского ордена. То есть с востока идут монгольские орды, начинается нашествие татарское, а с запада Европа готовится нанести удар в спину. Вот вызовы времени, как мы теперь говорим. И вот именно в это время появляется такой князь в русской земле, как Александр Невский. Как летописец справедливо отметит, без соизволения Божия не было бы такого князя в русской земле. Первыми нанесли удар шведы. Князю Александру Невскому доносят, что появились корабли шведских крестоносцев в устье Невы. Это июль 1240 года. Ждать помощи от великого князя Ярослава издали нет времени. Нужно немедленно наносить удар. Александр Невский собирает небольшую дружину, идет помолиться в храм Святой Софии. Это в Великом Новгороде дело происходит. И, выйдя из храма, после долгой и серьезной глубокой молитвы, он обращается к своим воинам со знаменитыми словами, которые сейчас у нас часто цитируют. Что Бог не в силе, а в правде. Это слова из Псалтири. Но на русской земле они стали с тех пор связаны с именем Александра Невского. Что это так сказал князь Александр Невский. Они, говорит, на конях, они в оружии, а мы на Господу Бога положимся. Так, положившись на Бога, Александр Невский с небольшой дружиной скачет к устью Невы. 15 июля 1240 года. Ему только-только исполнилось 20 лет. В этом отношении Александр Невский сравним в истории военного искусства, ну, наверное, только с Александром Македонским. И ведь не случайно его и звали Александром. Его, конечно, назвали Александром в честь святого мученика Александра. Но с прицелом на Александра Македонского, который именно в это время становится популярным героем русской книжности. И в миниатюрах изображается вознесение на небо Александра Македонского. И даже в знаменитой резьбе Дмитровского собора во Владимире, который был построен незадолго до рождения нашего Александра Ярославича. И вот именно, так сказать, силой, яркостью и военным талантом Александра Македонского Александр Ярославич наносит удар. Удар неожиданный, удар героический. И в том числе сам вступает в единоборство с Ярлом Биргером, которого прислал шведский король, и наносит ему копьем удар в лицо. Летопись перечисляет нескольких героев Невской битвы. Мы сейчас не будем об этом говорить. Можно об этом прочитать в житии Александра Невского, можно прочитать в русской летописи. Но удар был нанесен настолько мощный, что шведы немедленно погрузились обратно на свои корабли и ушли из русской земли. И что вы думаете? Вы думаете, что новгородцы и псковичи очень обрадовались и стали почтительно относиться к Александру Невскому? Да нет, конечно. Боярская демократия никогда, ни теперь, ни в те времена не способствовала стабилизации и величию русской воинской мощи. Александр Невский по существу был изгнан из Новгорода. Он уезжает из Новгорода. И как только немцы об этом узнают, что князя нет, они начинают наступление. Теперь немцы. Были шведы, теперь пришли немцы из Прибалтики. Те самые крестоносцы, те самые тефтонские рыцари, о которых мы сейчас с вами сказали. Борьба на Западе вступает в новую фазу. Александр Невский собирает дружину и вновь отправляется спасать русскую землю, защищать русскую землю. Его приглашают новгородцы, его приглашают псковичи. Он приезжает в Псков, который перед этим был захвачен немцами, захвачен благодаря боярской измене. Немцы никогда бы не взяли мощных стен Пскова. Но как только приезжает Александр Невский, начинается подготовка к новому походу. И весной 1242 года Александр Невский со своей дружиной выступает на встречу крестоносцам. Встреча произошла, как мы знаем из учебников, 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера. Ну, вообще, в зимнее время лед Большого озера – это очень удобное место для битвы. Но Александр Невский использует все преимущества местности. Он отводит свои войска, как сказано в летописи, воспятися, то есть отступил к берегу озера, встал на узмине, то есть на узком месте реки, впадающей в озеро, у Вороньего камня. Любители-археологи до сих пор сбились с ног, ищут, где этот Вороний камень. Но, скорее всего, Вороний камень не существовал уже вскоре после Александра Невского. А, может быть, он и вообще не существовал, как географическое понятие, а представлял собой просто что-то вроде языческого сакрального места. Вот, судя по миниатюрам русских летописей, скорее всего, было так. Вот у Вороньего камня Александр Невский и поставил свое войско, заставив крестоносцев двигаться ему навстречу. Александр применил известный в истории военного искусства способ клещей. Или, как говорят по названию знаменитой битвы, времен Ганнибала, канны. Вот, устроил классические канны. То есть рыцари всегда шли, это было известно, они шли свиньей, как говорили на Руси. То есть клином. Вот танковые клинья с Великой Отечественной войны, они как бы повторяют вот это вот расположение закованных в тяжелые доспехи немецких рыцарей 1242 года. Идет вот эта немецкая свинья, а Александр Невский поставил свою конницу таким образом, чтобы она охватила немецкую свинью. И немцы бы оказались окруженными и в неудобном положении на льду озера должны были бы принять бой. Сеча была страшная. Как говорит летописец, слышен был только ляск мечей, озеро из белого, лед озера стал красным от крови. И самое главное, что действительно рыцари не смогли, они не имели пути к отступлению. Это была настоящая сеча в буквальном смысле слова. Пятьсот рыцарей осталось на Чудском льду. Более полусотни было взято в плен. Вы скажете, не так много, но это имеются в виду только знатные немецкие рыцари. Про пехоту, Чудскую местную пехоту, про нее летопись не говорит. Ее потери измерялись километрами. Как летописец пометит, что преследовали пехоту на протяжении семи верст до другого берега. Вот километрами потерь измерялись результаты Чудской битвы. А взятых в плен рыцарей повели за конями, привязанными к хвостам коней, в русский плен. Это была победа, которая дала Александру Невскому право называться великим полководцем. Его уже после Невской битвы назвали Невским. Александр Невский. А теперь после Чудской победы Александр мог считать западные границы защищенными на долгое время. Если бы Александр Невский только эти две победы одержал, Невскую победу, когда ему было 20 лет, и Чудскую, когда ему было 22, он уже навсегда бы вошел в историю мирового военного искусства, как замечательный полководец. Но это было только половина дела, которое по Божьей воле выпало Александру Невскому. Вторая половина, естественно, решение вопроса с Востоком, отношений с Востоком. И вот на Востоке решить вопрос, как мы теперь говорим, с силовыми методами было невозможно. Монголо-татарское государство, созданное Батыем на берегах Волги, оно было слишком сильное для того, чтобы Русь, вошедшая как бы на вассальных условиях в Улус хана Батыя, чтобы Русь могла военным образом сопротивляться и бороться за свою независимость. Нужны были другие методы. Метод этот состоял в том, что мы теперь бы по-современному назвали несимметричный ответ. То есть, там, где нельзя было одержать победу военными средствами, нужно было одержать ее средствами духовными, средствами политическими. И вот начинаются хождения Александра Невского в Орду. Сначала он едет вскоре после Чудской битвы, едет с отцом еще в Орду, и проблемы на первый раз были решены. Вторая поездка будет в 46-м году. В 46-м году поездка кончится тем, что его отцу, князю Ярославу, придется ехать в далекий Каракорум, центр монгольской кочевой степной столицы, и там его отец будет отравлен. Судьба, которая, возможно, ждет и Александра Невского. Но Александр Невский закончил здесь, в Сарае, переговоры с ханом и возвращается с достигнутым результатом на Русь. В чем были достигнуты результаты? Достигнуты результаты были в том, что каждый раз вот эти поездки в Орду должны были предотвратить соответствующие карательные экспедиции татаро-монгол против Руси. И вот каждый раз своей поездкой в Орду Александр Невский мирным путем останавливает эти нашествия. В 52-й год брат Александра Невского Андрей поднимает восстание. Его поддерживает целый ряд русских городов. Восстание против татарского ига. Александр Невский вынужден опять ехать в Орду, вынужден выступить против своего брата. Брат бежит в ту самую Швецию к тем шведам, которых разгромил когда-то на Неве его великий брат Александр. Но Александру Невскому опять удается смирить гнев хана Батыя и даже более того использовать вот это русское восстание как бы в тылу монгольского улуса, чтобы Батый мог отколоться от большой орды, чтобы Батый сам со своей золотой ордой стал самостоятельным владыкой на восточноевропейской равнине и этим самым как бы предохранял в дальнейшем и Русь от монгольского ханства, которое там далеко на востоке в Монголии. Это был очень важный момент. После смерти Батыя, Батый умер в 1256 году, Александр Невский надеялся, что придет к власти его сын Сартак, побратима Александра Невского, с которым Александр дружил. Но Сартак тоже вскоре был отравлен. И Александру Невскому приходится третий раз ехать в Орду, чтобы наладить отношения с новым татарским ханом. В 1261 году по разрешению хана и по благословению митрополита Кирилла, который возглавлял в это время русскую церковь, Александр Невский основывает в Сарае столице Золотой Орды православную епископию. Вот суть вот этого несимметричного ответа, о котором я говорил. Русь начинает действовать на восток другими методами духовными. Проникновение церковное. Возникает Сарайская епархия. Конечно, она первоначально и прежде всего была основана для русских людей. В Орде в это время очень много русских людей. Десятками тысяч угонялись русские в плен. Очень много в Орду ехало русских купцов для налаживания торговли. Монгольские ханы привлекали к работе русских мастеровых, русских зодчих, русских златокузнецов. То есть, действительно, русских в это время в Орде много. Но не только. И более того, археологи находят кресты, иконы, лампадки практически на всей территории монгольского государства. По существу Русь готовит духовно, Русь готовит вот эту большую кочевую степную империю к тому, чтобы не Русь входила в ее состав, а со временем она вошла в состав Руси. Начинается вот то великое движение на восток, которое окончится только у берегов Тихого океана. То есть, по существу, все наследие Чингисхана благодаря воле и благодаря мудрости дипломатической Александра Невского все наследие Чингисхана призвано к тому, чтобы войти потом в состав русского государства. От моря до моря, от Балтийского моря, где Александр Невский громил шведов и немцев, до Тихого океана, где проходят границы монгольского Улуса. Вот в чем величие Александра Невского. Вот в эту сторону начинает развиваться российская державность, российское государство. Не случайно ведь 1261 год, год создания Сарайской епархии, это и год рождения младшего сына Александра Невского Даниила Александровича, первого самостоятельного московского князя. То есть, по существу, как бы здесь узелком завязаны и будущие судьбы московской династии Александровичей. Московская династия тоже начинается с этого. И вся политика ее начинается с этого. По существу, мы будем об этом говорить в следующих наших беседах, по существу вся политика московских князей строилась на мудрых внешнеполитических отношениях с Золотой Ордой. В эту сторону повернуты главные политические и дипломатические интересы Москвы, интересы будущего российского государства. И Александр Невский является родоначальником вот этой вот великой политики, великой будущей московской державы. Александр Невский прожил короткую жизнь. Когда он в четвертый раз поехал в Золотую Орду, он по существу из этой поездки не вернулся. Вернее, на обратной дороге 14 ноября 1263 года, то есть в возрасте 43 лет он умер в городце на Волге. И его повезли во Владимир. Когда его привезли во Владимир 9 дней спустя и наклонился над ним при отпевании вложить ему в руки гробную грамоту митрополит Кирилл, князь вдруг к удивлению всех сам разжал руку и взял грамоту. Это было потрясением для всех окружающих. В своем надгробном слове митрополит Кирилл сказал тогда знаменитые слова «Солнце земли Суздинской закатилось, не будет больше такого князя в русской земле». Я не хочу сказать, что действительно в русской земле никогда больше не будет такого князя, такого правителя. На самом деле мы увидим, что многие из правителей русского государства также отличались и воинскими дарованиями, и государственными талантами, но князь Александр Невский среди них был первым. Он заложил основы. Он заложил основы и русской военной доктрины. И вы знаете, что в 1941-1945 годах, во время Великой Отечественной войны, одним из самых чтимых орденов воинских был орден Александра Невского. Именно образ Александра Невского определяет характер и дух и тип русского народа, русской державности, русской военной доктрины. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Следующая встреча будет посвящена великому князю Ивану Калите и святителю московскому Петру митрополиту основателю московского Церковного Центра. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова